Рыжая Злата и вожак Табуна Вествент к объективам камер давно привыкли, да и к гостям тоже. Их этим летом на двор к сестрам Юстиновым приезжает немало. Девушки выиграли четвертый президентский грант за их доброе отношение к животным. И теперь активная конюшня «Вольные кони» не просто место, где животных любят и уважительно к ним относятся, но и учат этому других. В этом году мы должны провести квест познавательный. И вот как раз экотропа – это для детей, для людей. Мы рассказываем, как животным проще жить в естественных условиях. То есть у нас лошади так живут, пчелы. Рассказываем про экологию, про растения, которые здесь растут. Или про то, как, например, возродить среднерусскую пчелу. Для них Юстиновы установили в лесу камушовые колоды. Пчелы их заселяют, но выживают сильнейшие. У нас идеология такая, что мы пчелы не подкармливаем и от паразитов не обрабатываем. То есть выживает самая сильная семья. Из шести заселенных ульев зиму пережили четыре. Вот такой естественный отбор. Условия содержания приближены к естественным. Животные общаются между собой, они не заперты в тесных вольерах. И человек им, по сути, практически не нужен. Разве что только тогда, когда он приносит им вкусность. Молодец. Красавец. По условиям гранта по экотропе нужно провести минимум 800 человек. Половину этого потока сестры уже приняли. В основном экскурсии посещают школьные группы, многодетные, малообеспеченные семьи, ребята из детдомов и пенсионеры. Единение человека с природой идет на пользу и тем, и другим. Издалека, долго, течет река обзаянная. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя. Помимо экотропы, девушки проводят тренинги по иповенции. Это одна из разновидностей конной терапии. Она помогает отвлечься от проблем с помощью общения с лошадьми. Молодец. Возьми. Молодец. Это вообще уникальный случай. С ними, конечно, только на луне природы больше никак не получается. Я очень рада этому, потому что я слышала, просто слышала именно, что это очень умные животные, которые распознают человека, которые к ним доброжелательно настроены. Эмоции огромные. Мне очень приятно было пообщаться с лошадью. Это впервые за мою долголетнюю жизнь. Я с лошадью так близко общаюсь. Но приятно, удовольствие огромное получило. Кроме того, в рамках проекта девушки снимают живые истории. Фильмы про тех, чьи жизни изменили животные. Как когда-то вольные кони поменяли и их судьбу. Андрей Децель, Георгий Иванов. День в событиях.